Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Всем пример. 600 юных горожан вступили в ряды пионерской организации. Должен быть хорошим, честным другом, уважать старших, никогда не оставлять в беде младших. С чего начинается родина? Отголоски экстремизма. Водитель грузовика пытался подорвать взрывчатку рядом с военной колонной. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административному. Что ему грозит? Мой дом, моя крепость. Беларусь отмечает день семьи. Мы сегодня многое делаем на уровне государства для поддержки семьи. В чем измеряется счастье? А также валютные кредиты, лесные пожары и вступительная кампания. Школьники сдали первый централизованный экзамен. Когда будут известны результаты? Три единства независимости, суверенитета и исторической памяти. В день государственных флага, герба и гимна 600 юных горожан вступили в ряды пионерской организации. Это звание сегодня носит более 70% белорусских школьников. Каждый год ряды пополняются. Перед лицом своих друзей и родителей ребята обещают быть добрыми, честными и справедливыми. В долгожданный момент на шею повязывают красно-зеленые галстуки. Пионер должен быть всегда на первом месте. Он должен быть хорошим, честным другом, уважать старших, никогда не оставлять в беде младших. Пионер должен любить свою родину. Я думаю, что это одна из самых лучших традиций, которая перешла из Советского Союза в современную Беларусь. Потому что если мы не будем самые простые истины объяснять нашим детям о том, что преданность государственным символам – это правильно, о том, что любить родину – это почетно, мы никогда не сможем выжить в этом безумном мире. Флаг, герб и гимн – воплощение идеи национального единства. Они олицетворяют независимость нашей республики, связывают воедино свершение предков, новейшую историю и достойное будущее Отечества. На грани маразма водитель грузовика пытался подорвать взрывчатку рядом с военной колонной. Вблизи деревни Ясень Бавруйского района 50-летний меньшанин привел в действие неустановленное устройство, которое он изготовил самостоятельно из пиротехники. После попытался скрыться, однако во время преследования его автомобиль был блокирован военнослужащими. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной. В настоящее время его действия квалифицированы по части 3 статьи 339-й – это особо злостное хулиганство. Рассматривается вопрос о применении к фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Водитель грузовика оказался активным пользователем радикальных интернет-ресурсов. В телефоне многочисленные подписки на экстремистские каналы. Салон авто обклеен запрещенной символикой. Окончательная правовая оценка действиям мужчины будет дана по результатам расследования. Рекордный экспорт, экспертный опрос и экологическая направленность. В Беларуси успешно реализуют стратегию обращения с отходами. Что в планах? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусский экспорт достиг рекордной отметки в 11 миллиардов 700 миллионов долларов. Это максимальный уровень по итогам работы в первом квартале за последние 10 лет. Поставки за рубеж выросли на 12%. Несмотря на санкции, найдены новые логистические цепочки и рынки сбыта. Наибольший вклад в прирост обеспечили потребительские товары. Основным партнером по-прежнему остается Россия. В Беларуси в ближайшие месяцы ожидается падение спроса на кредиты в долларах и евро. Нацбанк провел экспертный опрос. По данным анкетирования, в первом квартале крупный бизнес существенно снизил такие заимствования. Аналогичным образом поступил малый и средний. Предприниматели опасаются американской и европейской валюты на фоне западных санкций. В стране успешно реализуют стратегию обращения с отходами. На переработку собирают почти 96% бумаги и порядка 70 стекла. Совершенствуют деятельность по сбору полимеров. Положительный пример в Гродненской и Брестской областях. В планах масштабировать показатели повсеместно. Экологические меры должны стать источником доходов и приносить прибыль. В Беларуси прошел первый централизованный экзамен. Написали его более 53 тысяч 11-ти классников. Результаты по русскому и белорусскому языкам будут известны не позднее 26 мая. Следующее испытание по предмету на выбор пройдет 21 числа. Для сдачи ЦЭС задействовано 144 пункта. Сертификаты школьникам вручат вместе с аттестатами на выпускных вечерах 10 июня. В стране за сутки ликвидировано 15 лесных пожаров. По три возгорания произошли в Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Еще два случая зафиксированы в Минской. Запреты и ограничения введены в 117 районах. Должностные лица гос. лесохраны в эти дни работают в усиленном режиме. Лето не за горами. Водоемы готовят к старту пляжного сезона. Преобразилась и территория санатория имени Ленина. Благодаря усилиям руководства ТДИА здесь появилась новая волейбольная площадка. Обновлены сетка и трибуны на 300 посадочных мест. Кроме того, установлены питьевой фонтанчик, бронзированные раздевалки и душевые кабинки. Бабрушский завод тракторных деталей и агрегатов полностью, можно сказать, сделал апгрейд площадки, которая существовала в предыдущие периоды. Мы завезли порядка полторы тысячи тонн песка, поставили новое современное оборудование. Все это, можно сказать, сделано с нуля. Данная площадка, я глубоко убежден в том, что является лучшей в стране. На пляже также подкрашены грибочки, обустраиваются площадки для сбора отходов. Акцент не только на удобство, но и на безопасность. В Беларуси отмечают День семьи. Охрана материнства и детства – один из приоритетов госполитики. Особое внимание многодетным. Сейчас программа капитала почти 30 тысяч рублей. Уже открыто 126 тысяч счетов, куда зачислено 825 миллионов долларов. Ольга Васенда знает, в чем измеряется счастье. Крепкий союз – крепкое государство. Беларусы отмечают самый теплый праздник. В стране проживает только 122 тысячи многодетных. Поддержка весомая. Выплачиваются пособия, выделяются льготы и оказывается материальная помощь. Большое подспорье – семейный капитал. Он означается при рождении, усыновлении или удочерении третьего и последующего ребенка. В этом году сумма – 29 тысяч 950 рублей. Деньги можно использовать досрочно, не дожидаясь совершеннолетия. Конституция Республики Беларусь закрепила, что семья – это брак мужчины и женщины. Мы сегодня многое делаем на уровне государства для поддержки семьи. Но вместе с тем мы видим негативные тенденции, когда сегодня посредством интернета, посредством разрушительных технологий проникает в сознание молодых людей иные нравственные ориентиры. Безусловно, мы сегодня не можем не реагировать на это всем обществом. В Бобруйске стартует седьмой фестиваль поддержки семьи, материнства и детства. Формат международный – около тысячи участников из Белоруссии и России. Форум открывается во Дворце искусств с пленума на тему «Глобальные вызовы современности» и «Духовный выбор человека». После «Секретами счастья» делятся многодетные. Наши дети в своей спортивной копилке имеют более 250 золотых наград чемпионатов мира и Европы, международных фестивалей и конкурсов в 20 странах мира. Масштабный проект проходит с 2012-го. Главный координатор – Центр Покрова. За 11 лет работы «Счастье материнства» здесь ощутили 844 женщины, которые собирались сделать аборт. Все это благодаря как моральной, так и материальной поддержке. Гуманитарную помощь от учреждения в прошлом году также получили 293 семьи. Сердечно поздравляю всех нас с Международным днём семьи. Семья – это такая важная ценность, что необходимо все меры сегодня принимать, для того, чтобы укрепить, сохранить этот институт, столь важный для нашего общества. Второй фестивальный день – дискуссионный. Круглый стол собирает экспертов, священнослужителей, представителей госучреждений и общественности. На повестке дня – тема «Здоровье нации. Будущее Беларуси». В центре внимания – тенденции ЗОЖ, современные медицинские технологии и преемственность поколений. Основная задача нашего поколения – передавать то, что нам изложили наши предки. Как нигде у нас сохраняется взаимопомощь, взаимоподдержка, и мы благодаря этих устоев сможем развивать светлое будущее в наших странах. Завершается седьмой фестиваль спектаклем «Пасхальные чудеса царемной лягушки». Сказочную постановку играет православная театральная студия «Благовест». В основе сюжета заложены принципы нравственности. Декорации и костюмы – все под стать русским народным традициям. Музыка при этом с краплениями эстрадной современной обработки. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Жизнь стоит того, чтобы играть. Игра стоит того, чтобы жить. В городе прошли республиканские состязания по гандболу. В Гелиусе собрались женские команды из Минска, Гродно, Бреста, Новополоцка, Орши, Ляховичи, Горок и Бобруйска. Для девочек это серьезный шаг в развитии спортивной карьеры. Так они получают большой соревновательный опыт. В этих соревнованиях команда города Бобруйска, нашего учреждения, ДСУШа номер 4, занимает пока первое место. Три игры мы выиграли. В финал выйдут четыре сильнейшие команды со всей страны. Решающие игры на Кубок Победителя пройдут уже в сентябре. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА